Я хотел бы высказать, если не кроется вам мнение по поводу видного фильма. Но все-таки, вы знаете, нельзя строго относиться к автору фильма, который сделал хорошее патриотическое дело, потому что здесь уже отмечалось, что фильмов проститских, которые сочетают новые стороны жизни, а в современном мире их очень мало. Да и современное православие, и официальные бюрократические дистанции, они замалчивают темы, и при вратной форме, как господин Курай, который напоминает журналистов, скорее, притяган, который, знаете, не пытается что-то отлать, зарабатывать, и везде высказы про любым телом, даже вообще каких-то там патриотического своего мнения, вот это проявляется, такая крайность. А в современных варитарях простанцев, в руководстве, замалчивают эту тему и показывают отношения. Кстати, это и показывает в том состоянии христи, которое современное православие, и пребывает. Фильм очень много интересных фактов, безусловно, и то, что в «Литвичке» показано, да, где была библиотека и творческие храмы Александровне, и не то, что сейчас продают в «Литвичках», да, его книги, пусть их не покупают, тем не менее, оказывается, я устанусь осуждением, что в «Литвичках» наших, по крайней мере, ярославского направлений не продают, только гадость и опасные вещи для здоровья людей. Очень интересно мне было смотреть на 33-летнего Александра Меня в христианском возрасте, когда его усилили, потому что он уже тогда, в эпоху начала застоя советского, был судьей цельной, сильной, умной личностью и жалью, что в условиях тех советских, тоталитарных, он уже тогда не мог в полном мире привести в себя свой проповедческий дар и свою миссию. Я думаю, что прошла, конечно, 9 сентября на заре 90-го года великая трагедия для России и для православия, потому что путь этой жизни оборвала и те хорошие роски, перестрой, перерождение нашей православной церкви, а может быть и всей России, потому что православие балансирует в тот период, на мой взгляд, будет обновление православия, всех официальных одежд, экономических, в том числе, на более современной форме, может, понятных для молодежи, или не будет. Выбран был архиконсервативный вариант, но это, несомненно, связано с тем, что имение стало, потому что, несомненно, что не хватает самим православия. Католичество это избежало опасности, переродилось реформации, не хватает православия. Оно, к сожалению, загнивает. И современный Чикотский пескоп, которого подвергнули уже нафиге, нафиге Соболин правильно указал на то, что современная церковь, в лице своего руководства, игры с властью, соответствует, теряет свои последние роски и воздействие на общество, на прихожан. Это ведь верно, на самом деле, подвечно. Это связано с 90-м годом, 9-го года, то, что произошло. Жаль, что православная церковь не проводит политику обращения взгляда общества, молодежи на фигуры, на его взгляд, ведь он был очень глубоким исключением. И скрою, что под сатаники были два, на мой взгляд, серьезных, глубочащих мыслей, которые до сих пор не раскрыты для нашего общества. Не только православного, но и самороссийского. Это Павел Флорецкий, который также трагично погиб. И отец Александр Минь. Вот, собственно, что у нас происходит там. Очень неприятная вещь, на мой взгляд. Но я думаю, что противовес господину Паттикану, журналисту, публицисту Раева на зрелом моменту, что православие хочет возродиться, а шансов все меньше и меньше. Настал вопрос о канонизации отца Александра Минья. Мы покажем тел сам общества отношение к нему. И то, что, может быть, православие без официального журналета пойдет иным путем в начале XXI века. Режиссер хотел посоветовать снять продолжение этого фильма, второй части. Где, наверное, было бы резонно указать мнение тех людей, которые обязаны Александру Минь, которые с ним общались в творческом смысле, повлияли он на них, и было обоюдное воздействие, как Александр Солженицын, думаю, здесь его мнение, несомненно, может сказать, сына Михаила Минья, тех детей, которых Александр Минь очень любил, и они уже стали взрослыми. Вот если вы хотите поставить задачу с бытовой, с человеческой стороны, осветить эту фигуру, но, тем не менее, это замечательно. И последнее. Мы все несем ответственность за этот день, 9 сентября 1990 года. Прежде всего, это паства, которые стали восхваляться отцом, испоминать его всеми добрыми творческими словами, которая была вокруг отца Александра Минья. Почему? Потому что очень высочно в фильме, да и это кто в 1990 году был уже, Зреломос, помнит это, те две женщины, которые видели отца Александра Минья, когда он шел им из раян смертельный, еле-еле полз, они прошли в итоге мимо, они спросили его, распросили, пошли. Это уже после смерти его, гибели, пошли уже другие такие истории, даже восхваляющие его, ну, странбас. А тогда вот это была реакция. Отец Александра Минья, это фильм не слабого показано, знал, что он идет на встречу гибели, что он идет к трагичному концу. Но вот прихожане вокруг его не спасли. Оно уже было сходить, потому что и движение православия, и Россия, все, может быть, пошло бы иначе. Без этого загнивающего оттенка. Это вина, на самом деле, общества, я думаю. Точно вернее. И еще хочу сказать последнее. Канализация отца Александра Минья важна еще потому, что он умер, как Христос, страдает на пути храма. Он не сказал, и мы все это помним, он смотрит, и пресс был освященном хорошо, и сказал, кто его убил, хотя он знал, и в лицах, и вина своих врагов, своих убийц, тех людей, которые сознательно это сделали. Спасибо большое. Спасибо.